Ну что, друзья, всем большой привет! Как вы все знаете, я очень сильно обругал форсы, и это было в некой шуточной форме, которую не все поняли, поэтому самое время сделать нормальный обзор на нормальную пару форсов, которая очень интересная, с интересной историей, так что давайте ближе к паре. Приятного просмотра! Друзья, не будет долго уступления, сразу переходим к паре, потому что там есть что обсудить, и есть что обсудить с момента даже коробочки. Посмотрите на эту прекрасную надпись, на которой написано Move to Zero is Nike's Journey to work zero carbon and zero waste to help protect the future of sport. Короче, к чему все это? Nike борется за наше будущее, за то, чтобы уменьшить отходы, и что они делают? Делают кроссовки. А какие они кроссовки делают? Правильно, мусорные кроссовки. Это название нашего ролика, оно будет максимально кликбейтное, и, наверное, опять подумают, что я ругаю форсы. Нет, друзья, хоть и форсы в данном случае мусорные, да, но сделаны они круто, и мне они нравятся. Короче, почему в этом видео я не буду ругать бумажку? Потому что Nike борется за наше будущее, и, соответственно, меньше деревьев уходит на изготовление данной коробочки, а бумажки внутри пары и внутри бокса вообще нет. То есть, смотрите, впервые вижу, чтобы не было набивки, и также написано, что эта коробка, если быть подробнее, this product isn't made with at least 20% recycled content, то есть эта коробка перерабатываемая, и это тоже good. То есть любители, вот, так скажем, какие, не зожники, а вот эти вот веганы, те, кто борются за право планеты, все такое, мне кажется, просто ликуют. Вот, все, друзья, давайте к паре. Коробочку мы разобрали тут, слава богу, ничего не пришлось ругать, потому что ругать нечего. Но забавный факт, значит, представьте, к нам они приходят в магазин, и у нас есть установка, что если приходит в магазин пары, то ее нужно набивать бумагой, потому что, ну, нельзя же, чтобы она такая бесформенная стояла. И это уже такая некая несостыковка, потому что Nike хочет, чтобы в них не было бумажки, изначально не кладет, а в нашем магазине мы ее туго набиваем бумагой. И это, конечно, такой небольшой момент, который меня смущает. Ближе к паре. Если вы посмотрите, так скажем, детально на нее, то видите очень много разных вкраплений разного цвета. Это у нас канвас, выполнен из переработанных шмоток. Также здесь есть подошва, которая сделана из переработанной резины. Есть стелька, которая тоже сделана из переработанных материалов. И, кстати, я вам скажу, она намного мягче, чем обычная стелька форсов. Давайте мы ее достанем. В общем, она похожа на Artalite, потому что Artalite тоже есть в таких черных вкраплениях. Только здесь не уголь, а просто переработанные материалы. Я не знаю, фокус поймается, не поймается. Надеюсь, поймался. Вот так выглядит стелька. Значит, это пенка, в которой много каких-то разных вкраплений. И все это заполировано пленочкой. Тоненькая, но, кстати, мягенькая. Что круто. От баллона здесь не избавлялись. И вопрос баллона мы будем, конечно же, закрывать. Я принесу пару, мы ее разрежем. И очень много споров был под видео с форсами, где мы с ребятами спорили, какой же в итоге баллон. Он только в пяточной части, или же он идет почти до носка. Очень интересный вопрос, который я хочу закрыть. Поэтому будем резать форсы. Это такой некий анонс, но чуть попозже. Кстати, забыл упомянуть, что в коробке, в коробке завалялась такая штука под названием шнуровка. Моего любимого салатного, такого зеленого цвета. Очень приятного оттенка. И мне кажется, с этой парой они будут реально круто сочетаться. То есть здесь есть зеленый задник, здесь есть зеленая стелька, и здесь есть зеленый язычок. Поэтому зеленый здесь будет прям максимально уместен. И все, друзья. В целом, это такой очень короткий ревью о том, в какую сторону движется Nike. Было выпущено очень много пар. Из коллекции Space Hippie, релиз которых происходит на Nike Snickers. Они тоже сделаны из космического мусора, как я вообще слышал. Не знаю, правда это или нет. Если у меня они будут на обзоре, я обязательно сниму. А так еще выходили в ApparMax, и вы могли видеть у пасечного. В целом, крутая идея. За которую я бы, наверное, тоже топил, поддерживал, ребят. Потому что, ладно, мы и поживем. А как бы наши дети, наши там внуки, и на какой планете они будут жить, она будет вся загрязненная. А тут как бы вот творцы. Такие, знаете, за мир. Красавчики. Реально достойно уважения. Стоит отметить по деталям. Смотрите, шнурки здесь не переработанные. Это обычная, как бы, синтетика плетеная. Что у нас тут еще? Наверное, вот это кожа. Я предполагаю. Нет, кстати, это не кожа. Это кожзам. Поэтому здесь кожи, я так понимаю, нет. Так что веганы тоже ликуют. Все, друзья. Давайте я надену. Этот момент настал, чтобы мне, наконец-то, переобуться. И сказать, что Наки, это круто. Беру вот так одну ногу. И вот прекрасно пару закидываю. Ну, кайфовая. Смотрится реально круто. Это мятно-голубая подметка. Кайф. То есть, она прям реально круто контрастирует. На фоне вот этой вот серой материи, которая называется канвас. И пара гуд. Вообще кайф. Поговорим немножко еще про Adidas. Значит, Adidas есть тоже такая тема. Они тоже, пускай, такие же кроссовки. Именно коллекцию Home of Classic. Там переработанная стелька. Там заменитель кожи тоже, эко-кожа некоторая. И также переработанный мусор используется в подметке и подошве. Тоже круто, но до Adidas этим занимались Рибок. Была ужасная коллекция, которая мне вообще не нравится. Они делали из кукурузы кроссовки. Проект провалился. Никто это не покупал. Просто стоял в магазине как красивая, так скажем, экспозиция. Но не больше. А Nike продвигает это в массы. И выпускает реально крутые релизы, которые люди покупают. И, соответственно, уменьшается, так скажем, углеродный след. Правильное название вот этого всего феномена. Углеродный след. Потому что на производство, на изготовление и на материал уходит очень много пластика и резины. Которая потом не перерабатывается и очень долго гниет. Ну что, ребят. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам данный формат понравился. Это был такой некий разговорный просветительный урок, чтобы вы понимали, что это вообще такое. Что есть такое вообще отделение у Nike. Я надеюсь, что такие пары в таком исполнении и из таких материалов будут появляться чаще. Я с большим интересом буду их обозревать. И большой респект Nike. Это круто. А вам большой респект за то, что вы смотрите мои видосики. Ставите комментарии. Пишите лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok